Скандальный конгресс русинов Мукачева. Правительству Украины выдвинут ультиматум. Совсем скоро Закарпатскую область могут преобразить в республику под Карпатская Русь. На втором европейском конгрессе русинов коренные жители Карпатского региона провозгласили акт воссоздание русинской государственности. В 91 году коренные жители Закарпатья проголосовали за независимость Украины только при условии, что закарпатский регион получит автономный статус. Независимость Украины признали, а вот про русинов и их однозначные требования сразу забыли. Последние 17 лет были нелегкими для русинов. До сих пор в Украине нет ни одной школы с русинским языком обучения. На официальном уровне народность не признали. Информация об этом народе настолько замалчивается, что даже некоторые мукачевцы не до конца разбираются в вопросе. Русиные? Ничего. Во времена Австро-Венгерской империи всех украинцев вообще называли русинами. И только ближе к Октябрьской революции началось разделение. Часть населения решает именовать себя украинцами, а население Закарпатья настаивает на определение русины. В 39 году была даже образована республика под Карпатская Русь. Своим Карпатской Украины, выбранным украинским народом, Карпатской Украины дня 12 лютого 1939 года, избранным в густе дня 15 березня 1939 года, выполняющим именем карпатно-украинского народа свое святое право самого значения, проголошу и полную самостоятельность Карпатской Украины. Затем Закарпатья стала частью Советского Союза, и всех русинов записали в украинцы. Хотя исторически это в корне неверно. После распада Союза русины попытались возобновить свой статус, но безуспешно. Украина готова принять только титульных украинцев, а русины с их настойчивым стремлением к федерализации достойны лишь внимания СБУ. «Меня вызывали в областную СБУ, сколько мне приходили, телеграм, письма, и мне сказали, что мне дают нарушники. Они меня доставили туда. Я говорю, хочу видеть, чтобы только в центре города, чтобы видеть мир и Украина, что какая в Украине есть демократия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова